Сам Пурский район, село Ивановка. Неподалеку от меня находится Иоанна Притеченский храм. Именно там более 20 лет назад произошло настоящее чудо. Замироточил образ Пресвятой Богородицы. Свидетелем этого события стали более 20 прихожан. Оно даже документально зафиксировано. С тех пор икона обросла легендами. Храм был основан в 1836 году. Пережил славу и гонение, разрушение и возрождение. В нем находятся уникальные иконы, которым не одно столетие. Среди таких всех скорбящих радость. Она относится приблизительно к 18-19 веку. Как появилась в храме неизвестно, но именно она стала чудотворной для многих людей. В 1995 году перед Покровом образ Божьей Матери стал источать целебное, благовонное Святое Мира. Вот на этом месте вроде бы появился. Я не видел, как эта капля являлась. А вижу ручеем вот так вот. И вот здесь стоит капля величиной со слезой. Весь вот так вот. Как будто кто покропил водой. Большие и маленькие капли. Галина Михайловна не только стала свидетелем мироточения, но и на себе прочувствовала силу исцеления. У меня так болели ноги, когда я собиралась. А мне говорят, куда же ты с больными ногами пойдешь? А я говорю, мне Мать Божья поможет. И действительно, ведь они молодые священники, они шагают как. А мы в притростках за ними. И успевали. И у меня после ноги так не стали болеть. Представитель рассказывал операцию, ложится в больницу. И вот он говорит, что когда уже послужил, какой не подходит, вся скорбящая радость, говорит, ну, председатель, я бы говорю, суправь. Приезжает в больницу, ложится, уже дополнительные анализы делает уже перед операцией. И говорит ему, а что вы приехали? У вас, говорит, ничего нету. Икона всех скорбящих радость мироточила на протяжении 10 лет, а чудеса в храме происходят по сей день. Объяснить их с научной точки зрения не может никто. Само дерево, оно уже, по сути дела, оно высушено. То есть там уже никаких таких масел, ничего такого нет. Вот это такое происходит чудо. Мироточение, как масло такое оно. Вот по своему такому составу. И самое главное, благоухание исходит, которое происходит не просто разово, но происходит там после богослужения. Еще одним чудом для храма стал дар от митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона. Он был уроженцем соседнего села и прихожанином до 13-летнего возраста. Два года назад он привез сюда ковчег с мощами животворящего креста Господня и частицей мощей Иоанна Предтечи. Здесь каждая икона намолена и чудотворна. Именно поэтому Галина Володина сначала ходила сюда сама, теперь с дочерью. Несмотря на возраст, она верит, что, как и 20 лет назад, Божья Матерь придаст ей сил и здоровье, а главное – сохранит надежду в чудеса. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова, Область новостей.